привет дорогие друзья это я без уроги я вам очень благодарен во первых за поддержку которую вы оказываете каналу напоминаю что сделать это очень просто но для тех кто еще не оказывал поддержку можно посмотреть что написано под каждым роликом там подробная и очень короткая инструкция как поддержать данный канал ну и благодарю еще за то что вы пишете о своих любимых группах тем самым напоминаете мне о пластинках которые я не слушал лет по 10 а то и по 15 и вот напомнили мне совсем недавно о карлосе сантане это первый альбом 1969 год сантану я любил много лет до того момента как стали выходить пластинки типа super natural или как-то что-то в этом роде как там называется но там еще ранние были несколько таких довольно странных и я слушать перестал эту музыку хотя первые три альбома я обожаю просто я считаю что это вершина творчества сантана но так конечно это не неправильно потому что ну первые три альбома да это конец 60-х начало 70-х а потом он рос 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 и записал массу прекрасной музыки очень хороший зи боб например мне очень нравится альбом это по моему 81 год если мне понять не изменяется он у меня есть я принимать обязательно расскажу потому что я его люблю но это moonflower всякие вот эти вот конечно фестиваль amigas замечательный альбом но 1 я помню очень хорошо и вот я его переслушал недавно совсем а точнее вчера и получил такое удовольствие рухнул в молодость сразу отъехал даже не могут себя в детство я учился в школе когда у меня появилась эта пластинка я тогда любил диппепл юрая хип и ладзеппелин и вдруг послушал эту пластинку и так в нее въехал так она мне понравилась такой показался неожиданной и после этого началось кстати говоря увлечение уже тогда в юном возрасте увлечение американской психоделической музыкой конца 60-х годов сан-франциско вот все эти дела хотя в те годы раздобыть эти пластинки было очень трудно потому что на черный рынок а точнее на толчок где мы покупали пластинки везли все то что я озвучил в самом начале диппепл назарец юрая хип и прочее 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 слэйды и элисы куперы это было все он али и пинг флойды это было все конечно в пределах досягаемости в пределах достижимого а вот санта на там и и калифорнийская это конечно было очень сложно все но почему-то не не везли почему-то эти пластинки не знаю почему но 69 год санта на так называется альбом санта на обложку очень интересно для тех кто никогда не видел этот альбом я советую внимательно не посмотреть и я скажу что мы в детстве занимались тем что считали сколько лиц изображено человеческих лиц изображено на этой картинке как бы лев как будто бы да ну это все состоит из графики или здесь ну такое количество что сейчас я даже не помню сколько мы там насчитывали их очень много очень красиво как еще бывает но дело не в обложке дело в музыке дело в сантане один тут известный интернет-обозреватель раскритиковал гитарную игру сантаны это очень смешно как говорит моя дочь это очень смешно папа и я конечно ну я сначала как-то так рефлексировал потом просто стал смеяться что что за ну что колоссаль как говорят немцы наверное на колоссальт данный это чушь собачья донесет такой человек там уму непостижимо что сказать настоящий революционер настоящий революционер в музыке потому что все считают что это латинос да что это латиноамериканская музыка мексиканская сантана что он привнес мексиканскую музыку ну привнести мексиканскую музыку это не штука на самом деле потому что в москве через один клуб играет мексиканская музыка латиноамериканская разных видов пожалуйста в любой клуб в любой ресторан зайдите но не в любой там через один там везде будет латиноамериканская музыка в той или иной форме звучать петербурге тоже самое а уж про америку я и не говорю этой латиноамериканской музыки там вот сколько просто бездир она звучит но она звучит как латиноамериканская музыка, иногда с роком, но с роком она стала звучать после того, как Сантана заиграл свою музыку, потому что он удивительным образом, во-первых, я сразу скажу, что группа эта американская, правильно, организовалась, она была организована, она в Сан-Франциско, 69-й, минус 3, 66-й год, в 66-м году, три года они играли, то есть Сан-Франциско, 66-й год, это психоделический рок, это все вот, все те наши любимчики, там Jefferson Airplane, Greatful Dead, Doors, Love, и все-все-все вот это вот варилось, и группа играла в чистом виде американскую психоделическую музыку, основанную на блюзе, и блюз Сантана здесь и дальше играет в полный рост, вообще это блюзовая группа, изначально, блюзовая психоделическая группа с элементами, с ритмами латинос, и блюз тяжелый, достаточно гитарный, и вот это совмещение тяжелого блюза с латиноамериканской музыкой, с латиноамериканскими ритмами, с ритмической структурой точнее, даже не буду говорить о латиноамериканской музыке, а ритмическая основа взята, такого до Сантана, в принципе, по большому счету никто не делал, ну, там были бразильские группы, да, у вас Мутантас, там все вот это, но это, как говорят определенные части публики, это другое, это действительно другое, потому что такого прямого совмещения тяжелого американского гитарного блюза, психоделии, Африки, Африки здесь очень много, в этом альбоме, по крайней мере, и вот этих вот латиноамериканских ритмов, этого не было в принципе, и после Сантаны это появилось, это пошло, грандиозное выступление в Вудстоке было в 69 году, у малоизвестной группы, хотя среди ценителей блюза они очень уже, так сказать, были на равных с метрами, ну, блюз играли, Сантана, блюзовый гитарист изначально, и после Вудстока вышел этот альбом, который потрясает, который потрясает, четыре здесь, по-моему, четыре, если я не ошибаюсь, номера инструментальных, песен-то вообще немного здесь, из них четыре длинных инструментала, инструменталы эти не инструменталы, инструменталы, а чистые джемы, чистые, рубиловые, джемовые, два перкуссиониста, барабанщик, гитарист и Грег Ролли, прекрасный клавишник и вокалист, ну и басист, естественно, да, то есть три человека на ударных, это такой лом, и здесь такое пиршество ударных установок, установочек, установчиков, перкуссиончиков, перкуссиончиков, перкуссии, и всего-всего-всего-всего-всего-всего три человека ломят просто, лом страшный. При этом очень хорошие песни, ни одного хита практически нет, что очень хорошо, потому что, когда ты слушаешь хит, ты западаешь на мелодическую вот эту вот историю, на мелодические так называемые крючки-хуки, на вот эти музыкальные фразы, и так с ними там пошел дальше по жизни. А здесь ты слушаешь музыку именно всю фактуру, именно воспринимаешь всю фактуру, все вот эти перкуссионные дела, все-все-все, и погружаешься в музыку. Хотя песня Evil Ways, например, она стала там хитом, да, в свое время по радио ее крутили в Америке, но она такая, да, цепляющая, и, как ни странно, здесь пара вещей есть, и здесь, и дальше у Сантана, и особенно на зи-боб, где он открылся полностью в этом смысле, в смысле Джей Джей Кейла. Он там делает кавер Джей Джей Кейла, Sensitive Kind. А здесь тот же самый Evil Ways по структуре похоже на музыку Джей Джей Кейла. Как ни странно, почему-то такая вот двухаккордовая такая вот история. Но у Сантана это в 400 раз громче, в 400 раз громче, в 400 раз ритмичнее, активнее, потому что ну три человека на ударных, с перкуссией вместе. Это качает, конечно, будь здоров. Ну, начинается с инструментала, полотно, что вообще странно для коммерческой пластинки. Уэйтинг. Из тишины выплывает перкуссия, и Грэг Ролли начинает играть на органе. Вот эти свои... Вот эти вот отрывистые фразы, потом космические глиссанда, такие психоделические... Все это улетает. Подключается Сантана, начинается дуэт роли с Сантаной, в смысле органа с гитарой. И так вот втаскивает, втаскивает, втаскивает туда то же самое. Там, условно говоря, на двух аккордах вся эта история качается, качается, качается вот этот джем, и в него уезжаешь, и потом вплываешь на Evil Ways. Замечательную, расслабленную такую историю, напоминающую Джей Джей Кейла, только, как я уже сказал, в 400 раз ритмичней и круче. Shades of Time. Следующий номер. Рок с пением. Продолжение Evil Ways. Тоже, в общем, несложная по гармонии вещь, но она раскачивается, 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 уходит в дикое соло на ударных, плюс два перкуссиониста. Такое просто соло, какой-то град небесный пробивает крыши над головой, железные крыши просто прорезаются, пробиваются этими градинами. И переходит в Савор. Еще один инструментал. Еще один инструментал с еще одним барабанно-перкуссионным соло. И вдруг переходит в Джинго. Последний номер на первой стороне. Вдруг появляется не Джей Джей Кейл, появляется не калифорнийская психоделия, не спейс-рок с органом роли, а чистая Африка. Тяжелая поступь слонов, вокал. Вокальная партия интересная. Лирика тоже интересная. Там из двух фраз, по-моему, состоит все полотно это. Ну, такой вот африканский слоновий топ. Поступь. Нифига себе дал Сантана. Ну, переворачиваешь пластинку Persuasion. В отличие от Уайтин, с которого начинается первая сторона, начинается с гитары. И ритм гитары Сантаны. Бешеная. Бешеный темп, бешеное пение, бешеные ударные, бешеное все. Абсолютно. Вперед и вверх. Называется такая штука. Просто какой-то яростный драйв. И могу сказать, что это где-то в стиле гранд-фанк, наверное. Потому как это сыграно, потому как это придумано. Это такая гонка гранд-фанковская. И я делаю вывод следующий, что группа Сантана на тот момент времени, 69-й год, в Сан-Франциско, наверное, была самой драйвовой, самой роковой, самой рок-н-ролльной, я бы даже сказал. Потому что, ну, мне кажется, даже покруче, чем гранд-фанк здесь. По драйву. Такая заруба. Трид. Еще один инструментальный джем. Опять на двух аккордах. С джазовыми штуками на органе. С отличной игрой с Сантаной. А, кстати, я забыл сказать. В Шейдс оф Тайм гитарное соло Сантана играет. Очень интересное. Очень интересно. На блюзе основанное его соло. Опять-таки с фразами из такой латиноамериканской музыки. И вдруг, внезапно, он играет несколько фраз а-ля Шэдоуз. Такой-то, бомб, чистый Шэдоуз. Вдруг пошел гитарный. Потом опять в свое. Ну, ладно, возвращаемся. You just don't care. Тяжеленный блюз. Просто хард-рок-блюз. Вдруг, неожиданно, из этой красоты. С пением правильным. Роковым. Блюз-роковым. С тяжелым рифом гитарным. Ну, и все. Вот это вот перкуссионно-барабанное вокруг, конечно. И под конец Soul Sacrifice. Инструментал, который вбивает последний гвоздь в крышку всех критиков. В крышку, а в крышку. В крышку гроба всех критиков Сантаны. Всех, включая интернет этого самого гитарера. Это вещь, которая просто убойная. Инструментал убойный. Простая, сравнительно простая музыкальная фраза, вокруг которой все построено. Но она такая толстая. Она такая роковая. Такая плотная. Ну, и, конечно, барабанное соло никуда не девается здесь. Так что, это просто убой, улет и полный оттяг. Так, что касается второго и третьего альбомов, каждый из них еще на ступенечку выше. Особенно третий. И о них я, конечно, еще расскажу. Сантана the best. Пошел пить. Пока. Продолжение следует.